Моё море, прошу не выплюни меня на берег, в очередной буре твоих истерик. Привет, мои хорошие, привет, мои сладкие тигрятки. Вы просто не представляете, как долго я собираюсь выложить это видео. Я снимала процесс создания этих страничек ещё в прошлом году. Представляете себе? Кажется, это было в конце зимы или в конце осени. Честно, я уже даже сама не помню. Настолько много времени прошло. Я делала разворот на тему моря внутри. И сегодня я хотела поговорить именно о том, что море, оно не просто море, оно как мы. Оно бывает таким же разным. У него также меняется настроение, как и у нас. И знаете, что самое интересное? Что мы тоже состоим на 80% из воды. Получается, что каждый из нас это маленькое море. И у каждого из нас внутри свой мир. Вы видели, как прекрасен морской мир, подводный мир. Сколько ещё неразгаданных тайн скрывается под водой. Вы знали, что в настоящее время учёные назвали и успешно классифицировали более полтора миллиона видов живых существ. И оценивается, что ещё осталось от 2 миллионов до 50 миллионов видов живых существ, которые ещё не были найдены или неправильно классифицированы. И все они находятся под водой. Это ли не чудо? Как много всего того, чего мы ещё не знаем. И только подумать о том, что вода это основа жизни на нашей земле. Вокруг нас 63 моря и 4 океана. Самое чистое море это море Уэдала, омывающее побережье Антарктиды. А самое глубокое море это Филиппинское. Его максимальная глубина составляет 10265 метров. Признайтесь, что вы не знали этих фактов. Кроме того, Саргасово море единственное, которое расположено посреди океана. И оно занимает наибольшую площадь из всех морей нашей земли. Например, самое тёплое море это Красное. Но оно является самым грязным морем. А самое маленькое море это Белое. В Красное море, например, не впадает ни одной реки. А самое мелкое море это Азовское. Его глубина нигде не превышает 13,5 метров. А вот самое суровое и холодное море это Восточно-Сибирское. Море и океаны содержат 99% всего жизненного пространства Земли. И впервые жизнь заразилась именно в море. И самое интересное, что поверхность Марса изучена намного лучше, чем океанское дно на нашей Земле. Как так? Просто скажите, как так? Мы изучаем что-то, что слишком далеко от нас и, возможно, никогда не были достигнуты. Или, возможно, никто никогда туда не переселится. Но никто почему-то не хочет изучать то, что есть у нас, рядом. То, что даёт нам жизнь, даёт нам ресурсы. А вы знали, что на морском дне тоже текут реки? Они состоят из пластовой воды и не смешиваются с морскими водами. А также под Азией существует огромный подземный океан. Средняя температура вод мирового океана плюс 3,5 Цельсия. А ещё в морской воде содержится около 20 миллионов тонн растворённого в ней золота. И, конечно же, моё любимое – это то, что голубой кит – самое большое живое существо на Земле. Его сердце сравнимо с размерами с автомобилем. Представьте ещё, сколько всего можно открыть и изучить. Сколько всего мы ещё не знаем. Что бы я хотела узнать намного больше? О море? Потому что оно так захватывает. Оно так вдохновляет. А когда находишься рядом с ним, просто по всему телу бегут мурашки. Волны сначала тебя пугают, а потом так захватывают. И ты чувствуешь такое воодушевление, возбуждение. Тебе хочется просто, не знаю, бежать навстречу этим волнам. Конечно, смотря какие волны, бывают же и опасные. Но я говорю именно о тех, которые нормальные волны, которых не стоит бояться. Давайте немножко сейчас послушаем песню, которая лучше всего рассказывает о море. Можно ещё бесконечно говорить о разных вещах, проводить множество разных фактов. Но я хотела сказать только одно. Не забывайте о том, что то, что находится у вас под ногами, и то, что находится вокруг вас, оно бесценно. Оно настолько хрупкое, как ваша собственная душа. Учитесь беречь, любить и радоваться тому, что есть у вас. Песня. Песня. Просто помните о том, если наша природа будет отравлена или погублена, то то же самое произойдёт и с нами. Если бы не она, если бы не моря, океаны, деревья, земля, камни, скалы, кислород, небеса. Если не всё то, что находится вокруг нас, мы бы просто не были живы. И всё, что создаётся искусственно, но никогда не заменит природное. Потому что у природы тоже есть душа. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы помнили это и знали, и передавали это другим. И помните, что, оберегая природу, вы заботитесь о своём будущем и о будущем своих детей. Я очень-очень всех вас сильно люблю. И крепко-крепко обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»